Глава государства с рабочим визитом посетит Соединенные Штаты Америки и примет участие в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Но прежде Хасмужмар Токаев намерен встретиться с капитанами бизнеса. Более того, на полях форума запланированы встречи с главами государств, международных организаций, руководителями крупных финансовых институтов США и транснациональных компаний. О том, как в Нью-Йорке готовятся к встрече высоких гостей, расскажет Динара Жанбатырова. Последние приготовления перед встречей высоких гостей. Нью-Йоркская штаб-квартира ООН вновь станет центром притяжения мировых лидеров почти из 200 стран мира. После пандемии коронавируса они впервые выступят за трибуны Организации Объединенных Наций. По сути, это волнительное и в то же время долгожданное событие не только для ООН, но и для всего мира. В предвкушении горячих политических новостей журналисты. Последние два года из-за пандемии коридоры штаб-квартиры пустовали, а заранее записанные выступления транслировались на больших экранах. В этом году в таком режиме выступит лишь президент Украины. Для остальных строгое правило – офлайн-участие. В этом году глава делегации Казахстана будет сидеть на седьмом ряду. Третий блок получается. Но попадут в штаб-квартиру, к сожалению, не все. Пандемийные ограничения все еще актуальны. Нет доступа даже в пресс-центр и у нашей редакции. Правда, попасть до политической суеты туда, где были озвучены исторические мессенджи, нам все же удалось. В этом историческом зале прозвучало не одно громкое заявление. Здесь даже атмосфера такая смелая и призывающая к действиям. Но, к сожалению, как СМИ мы зайти не смогли, но зато зашли как туристы. Вот мой одноразовый бейдж, а об этом, кстати, говорит мой внешний вид. Но, тем не менее, хочу обратить ваше внимание на детали. Сейчас организаторы обсуждают последний момент подготовки высокой недели. Здесь также можно увидеть некоторых туристов и делегатов. Они рассматривают, где будут сидеть. Последние приготовления по техническим моментам закрепляют новые стулья, меняют панели. Американский перфекционизм и в то же время простота ощущается во всем. Наша экскурсия продолжилась уже в коридорах штаб-квартиры ООН. Внимание привлекает выставка по ядерному разоружению. Здесь последние взрывы в Хиросиме и Нагасаке. А это самая знаменитая уцелевшая статуя при ядерном взрыве в Японии. Ничего не было на тот момент касательно испытаний ядерных испытаний в Казахстане. И наш посол, наш постоянный представитель, уважаемый врач Ильясов, проходя из-за этого марта, почему бы здесь нет ничего посвященного симпатичному? Давай, как мы инициировали что-нибудь. И вот мы с ним эту идею начали доведеть до логического завершения. Если вы подождете сейчас и взглянете на эту стену, увидите, что здесь целая стена посвящена закрытию Северплатинского ядерного полива. Тема безъядерного мира актуальна до сих пор. В 2019 году Касымжумар Тукаев снова призвал мировое сообщество выступить за всеобщую декларацию о построении мира свободного от ядерного оружия. Похоже, что важен этот призыв будет и в этом году. Очень печально слышать рассуждения о том, что в той или иной ситуации возможно применение самого радикального, имеется в виду, конечно, ядерного оружия. Это разговоры крайне опасны. Мы активизировали работу после 2019 года в расчете на то, чтобы как можно больше государств присоединилось и признало, что другого пути нет. Если мы добьемся этого цели в горизонте до 2045 года, к столетию ООН, вот тогда мы избавили бы все человечество от вот этой угрозы. К слову, в коридорах не только напоминание о трагических ошибках наших предков, но и их история. Здесь можно увидеть подарки из разных стран мира. На почетном месте красуется казахстанский презент. Копия золотого человека. Привлекает внимание еще одна деталь – подставки для флагов членов Совета Безопасности ООН. На них казахские орнаменты. Мы инициировали такую традицию провести церемонию установки новых флагов, новых членов Совета Безопасности. И вот с того момента, 2018 года, пять новых членов Совета Безопасности, они постоянно приходят сюда, послы, держат свой флаг, торжественно под объявления, вставляют свой флаг, под аплодисменты, делают заявления. С тех пор такая традиция осталась. Теперь она ежегодно закреплена за Казахстаном. Впрочем, надпись «Казахстан» здесь можно встретить довольно часто. Вот, к примеру, в самом центре выставочного зала красуется невероятная картина наших соотечественников. Она так и называется – «Картина мира». Арт-проект вошел в книгу рекордов Гиннесса. На ней свой след оставили больше двух тысяч человек. Когда 2020 человек каждый день, из часа в час подходили, или разные люди, буквально, вот просто, как, знаете, как бисер разноцветный. Ценность в том, что как только они брали кисть в руки, как только они касались, как только они воображали, что делать, они превращались в одинаковых людей. Люди, находясь на этом поинте возле нее, проявили свою одинаковость в самом лучшем смысле. Никто не хочет умирать. Все хотят мира, все хотят жить в согласии, все хотят рождать детей и оставаться в этой цивилизации. И поэтому, когда мы привезли ее в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций, мне кажется, это не просто символично, это какая-то, ну, не знаю, прям кармическая цель, достигнутая. Важно, чтобы эта цель не просто осталась на картине, а была воплощена в политических программах, экономических проектах и социальных гарантиях. И это задача мировых лидеров, которые примут участие на дебатах уже на следующей неделе. Известно, что со своими инициативами выступит и президент Казахстана. Динара Жамбатырова, Еделир Микбаев, Дулат Янтибеков, Нью-Йорк.